HTC Touch Pro 2. Смартфон на Windows Mobile от тайванской компании HTC, выпущен в 2009 году, пришел на смену весьма популярному HTC Touch Pro первому поколению. От первого поколения отличается удаленными с передней панели кнопками навигации и джойстика. Благодаря этому диагональ дисплея возросла до 3,6 дюйма. По сравнению с первой версией HTC Touch Pro имеет более скругленную форму. Ну и главное отличие это то, что QRT клавиатура устанавливается по отношению к дисплею под углом. В HTC Touch Pro первой версии такого не было. Еще одним отличием является отсутствие вспышки. В HTC Touch Pro первой версии вспышка была. Посмотрим в какой коробке поставлялся телефон. Вот так выглядела коробка. Коробка достаточно тяжелая. Как видим HTC Touch Pro с единой. То есть глобальная версия. Вот здесь в базе стоял смартфон. Так это выглядело. Смотрим, что она имеет. Имеем очень интересный блок зарядного устройства. с евро вилкой и переходником на нашу. Вот так это все выглядело. Если нужно, переходник на нашу. Ощелкиваем. Вот так, пожалуйста. Такая необычная форма блока. Ну и, соответственно, USB шнур. Служит как для подключения к компьютеру, так же для зарядки. Разъем mini USB. Так же смотрим в комплекте шел запасной стилус. Запечатанный. Смотрим дальше. Вот такая книжечка. С основными функциями, возможностями. Диск с ПО. Диск запечатан. Коммуникатор. Смартфон этот я покупал новый. Какой-то софт. Вот какая-то бумажка непонятная. Как пользоваться меню телефона. Еще описание функции меню. Я не знаю, что это такое. Что-то в запечатанном виде. Итак, распечатал я данную штуку. И что мы здесь имеем? Имеем какую-то карточку. Карточка поддержки. Собрался я для чего эта карточка. Это в случае, если ваш телефон украли или сломался, пока вы были в путешествии. звоните на бесплатную службу поддержки Verizon. Называете номер этой карточки. У вас PIN. И соответственно дальше будет поступать вам какая-то помощь. Вот такой сервис. Посмотрим, что мы имеем под крышкой. под крышкой имеем два очень громких стереодинамика. Сделанном в Тайване. Видим кодовое название модели ROT 500. Разъем под сим-карту. Разъем для microSD и кнопка RESET. Как видим, чтобы воспользоваться этой кнопкой нужно открывать заднюю крышку. Иначе в ней нет доступа. Так же как и карте памяти. Аккумулятор имеет емкость 1500 миллиампер давайте запустим устройство. Как видим, здесь есть кнопка. Логично было бы подумать, что она будет запускать устройство. А нет, устройство запускается здесь с помощью вот этой кнопки. Это касается конкретно этой модели от Verizon. Давайте пройдемся по элементам корпуса. Как я уже сказал, два стереодинамика, камера 3,2 мегапикселя с автофокусом, интересная кнопка для включения и выключения микрофона в режиме конференции. поговорим от этой функции немного позже. Дополнительный микрофон, внизу стилус, стилус металлический, не телескопический, качейка регулировки громкости, порт mini USB и разъем 3,5 миллиметра. Как я уже сказал, у меня глобальная версия, она работает по умолчанию в CDMA в сетях, но также при разблокировке появляется возможность работать в GSM в сетях, что я и сделал. Я его разблокировал и теперь у меня работает он в двух сетях в GSM и CDMA. Так вот, отличие глобальной версии телефона от GSM версии в том, что у глобальной версии разъем для подключения зарядного USB шнура mini USB и наличие 3,5 миллиметра разъема для наушников. У GSM версии нет таких разъемов, там идет какой-то фирменный один разъем для подключения и наушников и периферии. Но также в этой версии в отличие от GSM версии нет VGA передней камеры и нет FM радио. Как видим, пленку я наклеил от HTC Touch Pro 2 GSM версии, то есть здесь прорезь для видеокамеры, но по факту у меня ее нет. сверху имеем индикатор пропущенных событий, он мигает зеленым при пропущенных звонках, SMS-сообщениях, мигает оранжевым при зарядке и красным при низком уровне заряда. с правой стороны не индикатор, с правой стороны датчик освещенности. Как видим, сверху имеем оператор Verizon, значок HTC перешел на низ. также внизу имеем интересную площадь, полоска масштабирования. Используется в различных приложениях, например, в галерее для увеличения и уменьшения масштаба, в интернет-браузере для уменьшения и уменьшения страницы и других приложениях. Было очень много версий HTC Touch Pro 2. В основном они были операторские, такие как AT&T Mobile, как у меня Verizon, US Cellular, Sprint, T-Mobile. Вот у меня еще есть, например, версия US Cellular. Он также работает в глобал режиме. У него также есть разъем 3.5 миллиметра и разъем mini USB. Отличия их только в одном. Это в оформлении задней крышки. Все остальные элементы сохранили свои прежние места. Также нет камеры, также нет FM-радио. Но в отличие от Verizon версии, эта версия включается с помощью вот этой кнопки. и еще отличие в том, что здесь кнопки серебристого оформления, здесь они черные, но зато они имеют подсветку приема отбоя вызова разных цветов. Здесь все белого цвета. еще одним отличием между двумя операторскими телефонами есть расцветка клавиатуры. она в виде зеленая, здесь она голубая. все больше отличий между этими аппаратами нет. Больше всех отличается версия T-Mobile. Там уже совсем другая задняя крышка. Там уже есть возможность вставить microSD не снимая заднюю крышку. Также там поменялась передняя рамка. камеры там также прежде нет. Ну а в остальном это тот же HTC Touch Pro 2. Так что мы имеем имеем огромный на те времена дисплей диагональю 3,6 дюйма с отличным разрешением 480 на 800 пикселей. Имеем оболочку HTC Sense лучшая оболочка для Windows Mobile которая может только быть. Этим славились HTC в то время и они были узнаваемы. Как видим вот так это выглядит. Сообщение электронная почта журнал вызову интернет календарь акции фото видео музыка погода настройки. Здорово очень выглядает виджет погоды. на каждую погоду есть разные анимации. Также есть прогноз погоды на несколько дней вперед. Пожалуйста смотрим с помощью GPS определяет ваше местоположение соответственно загружает погоду. Вот такая красивая анимация круто выглядит и на сегодняшний день. Можно также просмотреть все демонстрации погодных условий солнечно грозы холод временами облачно грозовые дожди ветрено переменная облачность в основном облачно снег дожди ну и солнечно очень удобная оболочка дружеский интерфейс каждый элемент нажимается переносит вас в настройки например нажимаем на часы попадаем в мировое время можем выставить будильник нажимаем на погоду попадаем на меню погоду нажимаем на календарь попадаем в календарь то есть очень здорово все это выглядит продумано напомню что данный телефон был конкурировал с nokia n97 так там выглядело все более убого по сравнению с n97 интерфейс здесь на голову выше пройдемся по меню посмотрим характеристики телефона еще хочу вам показать телефон в режиме ожидания экран выключен достаем стилус оп экран сам включился мелочь а приятно итак заходим меню вот так выглядит меню это windows мобайл версии 6.5 параметры система давайте зайдем в систему посмотрим сведения как видим windows мобайл 6.5 процессор здесь 528 мегагерц посмотрим информацию об устройстве процессор qacom оперативная память 288 мегабайт размер флеш памяти 512 встроенной 249 мегабайт количество цветов 65536 вот это максимальное количество цветов которые поддерживала система windows этого было достаточно это кастом прошивка самая лучшая как по мне то есть видим все красиво проработано каждая иконка размер но очень мало с оригинальной windows мобайл здесь есть сходств для того чтобы быстро включить какой-то модуль связи вай-фай блютуз не нужно идти в настройки через спуск можно просто крутонуть на настройки на рабочем столе заходим без проводные подключения и вот пожалуйста здесь все возможные беспроводные подключения можно включить выключить блютуз вай-фай пожалуйста включаем блютуз и смотрим здесь всякие настройки очень удобно по сравнению с чистым windows чтобы попасть в диспетчер задач нажимаем в правом верхнем углу смотрим показывает процент свободной оперативной памяти для того чтобы непосредственно зайти в диспетчере задач нажимаем на ключик вот пожалуйста перед нами диспетчер задач посмотрим на QRT клавиатуру очень удобная QRT клавиатура 5-рядная отдельный ряд для цифр есть функциональные кнопки стрелки управления также при нажатии клавиши Caps Lock загорается соответственная лампочка с надписью Caps если нажимаем функциональную клавишу загорается функциональная клавиша мелочь но продумана как известно разница на деталях HCC работала на деталях очень тщательно задняя часть слайдера сделана с металла это повышает надежность конструкции видим шлейф спрятан достать его очень сложно то есть случайно задеть его у вас не получится механизм сам работает четко никаких люфтов не все работает как часики попробуем что-нибудь набрать на клавиатуре зайдем в офис полный пакет предустановленных программ Adobe Reader Excel блокнот PowerPoint Word удобно пользоваться давайте посмотрим как работает панель масштабирования для этого зайдем в галерею например так смотрим так видим все работает практичное решение если учитывать то что здесь экран резистивный соответственно мультитача нет HTC вышла ситуация таким способом весьма достойно так камера здесь 3.2 мегапикселя автофокус специальной кнопки запуска здесь нет но на кастомных прошивках уже они назначили запуск камеры на эту кнопку долгое удерживание ее запускает камеру неплохое решение автофокус здесь сам наводится на объект соответственно тапать по экрану не нужно 3.2 мегапикселя камера хотя сказать что она качественная нельзя на Windows Mobile вообще аппараты с камерами были редкостью хорошими этот не стал исключением ну фоткает тот что-то рассмотреть можно ну и сказать что она супер камера не скажешь смартфоне очень громкие очень качественные стерео динамики давайте послушаем как они звучат как видим на громких частотах на громких частотах мать мать твои yok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На Windows Mobile такие динамики – это редкость HTC всегда ослабились своим качественным динамиками Те же HTC Surround, HTC One M7, N8, M9 Начало, наверное, было положено в этом аппарате качественных динамиков Очень классный, глубокий звук Давайте посмотрим, как выглядит телефонная звонилка Разговор пошел Звук идет через разговорный динамик Как видим, здесь есть Датчик приближения Теперь смотрите функции телефона конференц-связи Мы ее переворачиваем Ставим на стол Телефон автоматически включает громкую связь Теперь мы имеем такую кнопку с микрофоном Давайте я звук убавлю Это функция микрофона То есть мы можем нажать Загорается красный И собеседник нас не будет слышать То есть мы можем обговаривать С людьми какую-то ситуацию Но чтобы собеседник нас не слышал Если нам нужно уже опять Чтобы собеседник нас слышал Нажимаем еще раз кнопку Пожалуйста, микрофон включается И дальше идет обсуждение какого-то разговора Вот такая функция реализована В HTC Touch Pro 2 Можно сказать, это бизнес-функция И она работает идеально Вот какие вещи делала HTC Так, ну что Смотреть каждый пункт меню я не буду Я думаю, все знакомы С HTC Sense С меню телефона Windows Mobile Полный набор стандартный Который имеет Windows смартфон То есть GPS-навигатор Wi-Fi Bluetooth В интернет заходит без проблем Wi-Fi подключается Давайте зайдем в интернет Покажу Можно через стандартный браузер зайти Но там очень много будет Расспрашивать подтверждение ваших действий Поэтому лучше заходить через Opera Mini Пожалуйста Заходит Как видим Масштабирование в Opera не работает Масштабирование работает в стандартном Интернет браузере Это пиктограммка Это переключение телефона в GSM Режим или в CDMA Как видим, сейчас я переключил его в CDMA Но он не подключится Потому что он меня не прошит Под CDMA номер Нажимаем еще раз Он переключается Вот, пожалуйста, все Переключился Теперь у меня live Так Подведя итоги Что можно сказать Данный аппарат Образца 2009 года Сильно отличается от Коммуникаторов На Windows Mobile Предыдущих лет То есть Он стал уже Более современные формы Дисплей стали уже По ширине Пропали кнопки С экрана Навигационные Пропали индикаторы Bluetooth Wi-Fi Теперь они Только можно посмотреть Здесь их Индикатор Остался только Пропущенных событий И зарядки Конкретно данный аппарат Имеет Спорку Высшего уровня Как слышим Ничего не шатается Ни клавиши громкости Ни кнопка камеры Крышка не люфтит Нет поскрипываний Очень качественная Спорка Кнопки не болтаются Механизм Отрабатывает Четко Никаких Лишних звуков Аппарат Собран Добротно В руке Лежит Удобно Не сказать Что слишком большой Не сказать Что слишком маленький Вот Идеальный размер Был Экрана На то время И я Думаю На мое мнение Что 3,6 дюйма Идеальный размер И на этом Нужно было останавливаться А не так Как сейчас 6-дюймовые лопаты На старте Продаж Цена На данный аппарат Составляла Близко 1400 долларов Это Прошу заметить 2009 год Когда уже Был iPhone 3GS Выходили Андроиды Были уже HTC Hero HTC Tattoo Samsung i7500 И тут HTC Выпускает Еще аппарат На минус Мобайл То есть Она уверена Была в этой Платформе Я так понял И Такой ценник Ставит Ну не знаю Это было Очень Неоправдано Со стороны HTC Это уже Один из последних Устройств На Windows Мобайл 6.5 Как знаю Я Например Что еще Вышла HTC HD2 В конце 2009 Года Также Toshiba TG1 Последнее Устройство На Windows Мобайл И все Платформа Дальше Умерла Но Аппарат У них Получился Качественный Пусть И стоил Он Тогда Бешеных День Еще Раз Повторюсь HTC Была Королем На Мое Мнение Такое